Да, минус RPK и минус Happy, насколько я понимаю. И проблема-то в том, что для команды Envies на данный момент нужно понять две вещи. Могут ли они в таком составе жестить, и мы с вами уже видим игру, первая карта Overpass, и, слушай, ну мы с тобой такого не ожидали поворота на самом-то деле. Да, мы ожидали Inferno, Train, Nuke, что-нибудь из этого, но, как бы, ну, Nuke, я ожидал, по крайней мере, ближе к концу, ты говорил, что вряд ли будет. В любом случае, это Overpass в самом начале, интересно, чей это пик, и Na'Vi выходит через туалет, вернее, в сторону туалетов, естественно. Это были Envies, и сейчас, смотри, как Simple покидает эту карту. В первом же пистолетном раунде ZEVS делает размин по SIXERU, Electronic сидит по-прежнему вдалеке в коннекторе и не палит свой спот до конца, хотя Хаджи о нем знал изначально, и теперь троисты, посеяв бомбу, почему-то не хотят уйти на A, видимо, контакт на воде мешает. Ну, кстати, остается только один Electronic, и это, скорее всего, будет раунд в пользу Envies. Забирают они пистолетку, для себя очень уверенно, 4 в 1, ну, я сомневаюсь, что Electronic что-нибудь сделает, у него есть броня, он, наверное, просто будет спокойно сейвить, может быть, найдет где-нибудь пистолет интересный. Кстати, насколько я понимаю, они играют на новом патче, и здесь немножко понерфили ЦЗшку, и, соответственно, добавили немножечко патронов М4А1, и МП-7 стоит теперь подешевле. Как ты думаешь, насколько это скажется вообще на профессиональной сцене? Да сложно сказать, Юмпа всегда был лучшим фармганом, или МП-9, который используется за защиту, или МАК-10, и их никто особо-то и не менял в свое время, да, как сделали, такие скорострельные близкие девайс, так и оставили. В любом случае, касательно фармганов, пока что вообще-то искать что-то сложно, потому как для команды на Тусвинсер это, скорее всего, будет пистолет с арморами, а для команды Envies это МАК-10 фирменный в их исполнении, и парочку там, возможно, калашков, если вообще захотят играть, такой вот суровый байк. И пистолетка за французами, что самое-то интересное, карта оверпасс у команды Na'Vi, как-то вот исторически игралась периодически, еще в старом составе, с Гардианом и компанией, но в конечном-то итоге пришли к тому, что как бы эту карту не очень-то и бы и хотелось играть. Но в последнее время, кстати, они довольно часто играют, ну, я бы сказал, примерно столько же, сколько на Мираже. А им просто не позволяли обычно играть, поэтому, да, теперь решили использовать такие вот чертежи, и вот смотри, закупка команды Envies настолько опасна, что вот даже нет ни одного фармгана, как бы странно. Симпл со скаутом, и, кстати, ЦЗшки закупаются все-таки от Na'Vi, и есть один Дигл у Флейми. Подсадочка пытается кого-то найти, Envies, но пока что никого нет. Ну и медленно-медленно будут производить атаку французы, посмотрим, к чему это приведет. Главное, чтобы Na'Vi сейчас не потеряли вот этот вот запал, который у них был до этого. Насчет запала ты, конечно, правильно отмечаешь, потому как для атаки, в принципе, у Envies все сейчас может получиться хорошо, дабы, если они заберут там первый бой, можно выйти и на второй, и вообще, ну, в Верпассе я считаю, что атака сильная, об этом я вчера рассказывал, и, как бы, на Тусвинцера, играя за защиту, тоже могут, конечно, встать, полки в колеса, но если прибегнул к не очень хорошей защите, то, скорее всего, мы увидим что-то в районе 9-6 пользу атаки, и это будет довольно, ну, дефолтным счетом, как по мне. В любом случае, сейчас мы видим, что пистолет с армурами плюс кал для на Тусвинцера, где сыграет с СЗШ-кипи, с Луара, да, тут перестрелка на монстр, и скрим пытается как-то дело начать, но что-то не особо получается. Вот было бы очень, наверное, круто для Na'Vi сейчас минуса ноти скрима, это был бы девайс, во-первых, потому что, ну, естественно, Na'Vi бы не пошли так далеко, но, в любом случае, это минус девайс, минус АК-47, и Envy находились бы в меньшинстве. Пока что не спешат на шариках, отдыхают, релаксируют, возможно, у кого-то день рождения. Время, время, посмотри, время, это главная проблема, действительно, Na'Vi могут сейчас перерезать кислород и заставить французов как-то замешкаться, но впоследствии падает электроника, как бы банан теперь открывается, Симпл открывается на лонг, забирает Сиксера, и далее пытается работать по Киашими, но тот мансует, плюс спина идет Зевс, и замыкание от НАТО, Свинсер пошло, пятнадцатая секунда, нужен проход, минус АТИМ, лопаки Ашими, далее еще имеется на лонге и товарищи, КсМС, Зевс забирает скрима и КсМС, и, короче говоря, бомба. Симпл падает, к сожалению, остается 6 секунд, 5, и не успевает, да, все, отличный раунд в пользу Na'Vi. Симпл сделал колоссальное количество работы, потому что Na'Vi немножко не угадали, если ты обратил внимание, они перетягивались в сторону B, и Envy не воспользовались этим. Проблема в том, что Envy вообще ничем не воспользовались в этом раунде, где у них было преимущество по девайсам, были калаши, были Галил Аэра, а в итоге они получили, что 35 секунд времени на карте, а как бы выходить надо. А там еще и Симпл со скаутом на лонге не прощают в голову, и, соответственно, в дальнейшем выход банально посыпался из-за поздних таймингов. Кстати, ставится пауза, наверное, максимально логичная, после того, как вы отдаете такой раунд, это крайне неприятно. Na'Vi сейчас будут себя чувствовать вполне комфортно, у них есть Бай, у них есть М4А1, есть Галил, ЦЗ-шка и... Фармган, что самое? Фармган, да. И приезду в фарме деньги, это очень важно в 2018 году, тем более, что защиту бай всегда дороже. Слушай, ну и там еще 3600, в запасе 3400, и как бы по 2 с плюсом у Симпла и Зевса, а вот Флейме в ноль закупился. Ну, сложно сказать, на самом деле, что... Потому что странно, знаешь, так закупился, в принципе, армор... И ты сейчас говоришь наоборот, баланс это у них под никами. Если что. Точно, прошу прощения. Я еще не проснулся просто. Ну, как бы, а вдруг ты не знал, как бы новый худ неприятно. Просто понимаешь, не проснулся, да, бывает. Да, и вы, дорогие зрители, наверное, тоже еще не проснулись, все-таки 5 утра, и как бы клинтфит на трансляции. Ох, люблю я его. Китайский клинтфит. Ничего страшного. Made in China. Made in China. Ну, слушай, кстати, находятся сейчас ребята в Шанхае. Я еще раз напомню, что это группа А. Мы сегодня увидим с вами, помимо матча Na'Vi и Envy, мы еще увидим также Nipov и Vigi Flash. Ну, и само собой винеров и лузеров группы А. Так что, ребята, сегодня с 5 утра до где-то обеда ближайшего, такого раннего вечера мы с вами будем смотреть, а потом плавно-таки перетекать в ESL в Вилл Горизонт. Но об этом как бы чуть-чуть попозже, потому как, в принципе, мы все еще только лишь начинаем первое Best of 3. Ну и ребята пока что не спешат сниматься с паузы, возможно, какие-то небольшие технические проблемы. Надеюсь, что они решатся в ближайшее время. Напоминаю то, что призовой фонд составляет 300 тысяч долларов. Это, кстати, очень-очень неплохо. Наверное, за первое место 150 тысяч, соответственно, за второе 60, а третье и четвертое делят по 30 тысяч долларов. Там, на самом деле, и пятое, и шестое место есть, как бы, и седьмое, и восьмое, там, 10-5 тысяч. Ну, чисто поездочка, купить travel support, там, все дела. Это всегда классно. Ну, и что, друзья, как бы техническая пауза, ничего пока не поделаешь, и нам с вами надо... Ну, пока счет 1 на 1. Так, да, но вопрос по мапу. Я бы хотел узнать, что же в итоге получилось, потому как, в принципе, оверпасс очень неожиданно появился в этом противостоянии. Для меня это был, действительно, небольшой шок. Я, честно говоря, ожидал первого, ну, действительно, Inferno. Вообще, было бы неплохо увидеть, наверное, пики бана, да, и увидеть, что именно вычеркнули команды. Я ожидал, наверное, каких-то банов, но от Na'Vi, соответственно, кэш и трейн. Na'Vi взяли оверпасс и верно взяли N'Vi. Ну, то есть, ладно, окей. А первые карты Na'Vi убрали нюк, ой, Na'Vi кэш убрали, а Invers убрали нюк. То есть, видишь, про нюк я тебе говорил, его хотят банить против мая. Ну, решили, да, забанить все-таки, и я ожидал его, на самом деле, как десайдер. Десайдер трейн, если что. Я, нет, я говорю, я ожидал. Ну, я как бы, да, ничем. И, короче говоря, три карты очень интересные. Если брать оверпасс, то вот вопрос для Invers небольшой, хотя и про Inferno я бы тоже сказал очень мало о них, потому как ушел Happy, ушел РПК, и непонятно, кто капитанит в команде Invers, потому как ранее это был Happy, а сейчас кто? Киашима. Ну, вы понимаете, о чем я. Киашима, конечно, товарищ хороший, но капитан должен быть суровый, как Happy. А Happy незаменим, как мне кажется, в стане этой команды, но ничего не поделаешь. А вот касательно трейна, я очень хочу посмотреть три карты, до трейна нужно доходить. И вообще, наверное, лучше было бы начать какого-нибудь нюка, как ты и хотел, но не судьба сегодня. Ну, я не уверен, кстати, что с нюка было бы хорошо. Не, Na'Vi могли просто ферст пикнуть нюк, но против французов у них тоже были свои проблемы, в свою очередь. Да и вообще сейчас, наверное. Не, ну, слушай, оверпасс-то, в принципе, у них тоже очень неплохой у Na'Vi, и они показывали себе довольно достойно в последнее время. Это логично, потому что Envers на нем так себе были всю жизнь. Кстати, Envers, насколько я помню, они практически все время банят оверпасс первым. Вот за последние матчи в течение... Ну, в новом составе, да. Да, и они стараются избегать этой карты. Очень странно, как они так вообще, ну, то есть, как они допустили это. А как Na'Vi банили всю жизнь кэш, и до сих пор банят. Ну, и до сих пор банят. Ничего удивительного, в принципе, поэтому... А насчет второго даста, кстати говоря, многие люди в своем время видят, что даст 2 начинают вливаться в мету, и все такое прочее. Но на самом-то деле с этой карты все недалеко не просто. Очень часто команды, которые пикут даст 2, потом его проигрывают салат, и в этом мету ничего хорошего. Я как-то сразу вспоминаю. Не надо ничего, флешбеки не надо ловить. Это все как бы нормально. Люди еще обкатывали эту карту, и давай тогда, раз еще у нас есть куча времени, затронем обновление. То есть мы уже с тобой сказали, что ты знаешь про тиксели. Мираж немножечко видоизменили. Да там на самом деле ничего особенного. Ну как, в смысле брезентик убрали? Ты чего? Ты про какой брезентик? Который на терраспауне в Беопарте? Ну, это во-первых, то есть выход туда. А во-вторых, убрали под балконом. Там, вот, теперь больше его нет. Он теперь, знаешь, мне теперь мираж... Таким балконом, подожди. Балкон. А, ты проказывал, что ли, на мидле, все, я понял, да. Ну, типа, ну, хорошо. Ну, то есть, ну, просто, ну, убрали, убрали, ладно, в принципе. Ну, типа, сама фишка, что подсадку этого окна не убрали, поэтому... Нет, ну, подсадку не убрали, это понятное дело. Но все равно, как теперь мираж какой-то более квадратный, что ли, там больше ящиков таких вот. А как мне кажется, он не более квадратный, а просто менее такой, знаешь, перспективный в плане там каких-нибудь позиций с крыс, там сесть. Вот этот балкончик, кстати говоря, используется как будто бы под окно сидишь и смотришь. Но, в общем и целом, кстати, карта мираж, я скажу, что, ну, то есть, апдейт такой... Наверное, самая чешка, вот, самая вот интересная, я бы сказал, на повестке дня, потому что... Ну, она теперь не ваншотит в голову на близкой дистанции довольно-таки, да, и теперь 31 дэмэдж. Ну, вообще, как бы, для тех людей, которые не стреляли в голову СЗшки, а таких очень много, и, как бы, не обязательно вам отдать голову и убивать сарану. Не смотри на меня так. Я понимаю, что ты, СЗшка, не играешь, но, типа, сам пак, что... Нет, я как раз играю, но я вот из тех, кто не стреляет в голову. Вы поняли. И, само собой, как бы, эммочка теперь 20 на 60 или... 20 на 60, совершенно верно, да. До этого было 20 на 40. Как сказал Бондик, как бы, ситуация с эмкой 20-кой неоднозначная, потому как многие бы предпочли, наверное, 25 на 50, нежели 20 на 60. И, как бы, да, нам говорят уже, что в голове можно возвращаться в игру, и, наверное, дорогие друзья, мы с вами продолжим наблюдать. Карту оверпасс, фристайм уже прошел. Но, знаешь, зато теперь снова М4А1 можно поспрейть через маке один разок хотя бы. Вот именно, что поспрейт 25 на 50 было лучше. Ну, я понимаю, но я к тому, что, в принципе, теперь это можно как-то реализовывать. Делать чаще. Да, почаще. Вот. И, смотри, у французов сейчас пистолет с арморами, наделают форсбай после свитого форсбай от Нави, и Флэмми уже находит минус по XMS, и Эдвард забирает скриман. Это меньшинство для Энвес, и, скорее всего, они здесь проиграют. 2 в 4 будет очень тяжело. Зевс падает, правда, минус Сиксер. И остается один Хаджи, который, видимо, будет отходить или как-нибудь пытаться разыграть под А. Очень маловероятно, что он сможет здесь что-то сделать. Слишком уж много всего потеряли французы в этом раунде. Ну, на самом-то интересном моменте сейчас Хаджи попытается сделать хотя бы еще один минус, дабы поломать экономику. Нави 2-2, если убиваются, это уже как минимум дропы, и, соответственно, экономическая составляющая защиты будет проседать. А вот что касается атаки, они понимают, что у них в следующем все равно не будет бай, они все равно сделают эко, и будут выходить на дефолтный счет 3-1. Симпл! Это будет хорошо, да, и Симпл делает минус. Но, к слову о том, ЦЗ-шка-то пофикшен, сейчас в голову-то не попало. Если бы попал, кто его знает, Симпл мог бы остаться в таверне. Ну, то есть два раза, если бы. Ну, типа, да, один раз в голову, другой раз в тушку. Да, хотя бы так. Вот, кстати, это тоже большая проблема. Ну, и очень хорошо здесь принимали, конечно, Нави. Они прочитали спокойно своих соперников. Просто дострелил. Тут как бы было сложно не перестрелять. Ну, да, действительно. И теперь мы с тобой видим, что пистолеты без всего только лишь одна флешка. По-50 на Сиксере. Как бы, да, надежда, чтобы сделать хоть какие-то такие перспективные выпады. Возможно, даже размину с глаками. И опять же нужно убивать два девайса. В таком ключе очень хорошо. Можно шатать экономику соперника за защиту. Но электроник уже пошел кушлунга. И начинает взгляд с игровой площадкой. Ой, какой неудачный спрей. И очень не повезло. Да, действительно, загрызли его на ровном месте. И 5 в 4 преимущества. Конечно, Денис сейчас, ну, немножко подставил, можно сказать, свою команду. Потому что так спреить, ну, нельзя было совсем. Нужно было пытаться как-то перестрелить своих соперников. Тем более, что вы понимаете, у оппонентов эко-раунд. Ну, и начинает пушить. Зевс проходит вперед. Замечает двоих соперников. Минус скрим. Ставит ему голову. Выстрел по второму. Сиксер также падает. Большинство для Na'Vi. Хаджи тоже уходит в минус. Зевс уже 3 кила. 4 оформляет для своей команды. Но Киашима вряд ли здесь уже что-то сделает. Я требую эйс. Требую эйс. Требуешь? Да, да. Для Зевса очень надо много денег. Ты, Даня, это сказал? Ну, да, да. Уже позвонил на линию связи. Да, Эдвард забирает Киашиму. И, как бы, 4 тысячи в среднем у команды. Ну, я даже чуть больше. И 5-100 у Сиксера. В общем-то, вот вам реплейчик того, как Зевс уничтожает просто с морковки, засаживает по самое небалу. И на фарме довольно-таки неплохие дивиденды, на самом деле, для себя. Как бы 3-500, 5-300 в итоге выливается. Еще ЕМ-ку накинули сверху. Короче говоря, очень прекрасно все получается для Na'Vi сейчас. И им-то, само собой, нужно сейчас забирать этот байраунд, дабы укрепиться за защиту. Если они сейчас не забирают, то у них с экономикой, конечно, будет все очень печально, грустно. Симпл поджимает. Ох, вот это очень обидно. Вот Саша промахнулся. Да, промахи бывают. Тем более, что это первый игровой день, как бы первый игровой матч для ребят. Они еще, возможно, тоже там. Не знаю, сколько у нас разница с Шанхаем, но это же Китай. У них вперед, нет? У них, по-моему, ну, вообще должно быть на 8 часов. Нет, подожди, не на 8 часов. На 8 часов это с Америкой, да, прошу прощения. А с Китаем где-то часа 4-3. Да плюс-минус, слушай, я, честно говоря, не знаю, какой у них там часовой пояс. Так, все равно рано, все равно рано. Обычные профессионалы начинают играть ближе к обеду, а тут... К ужину, я бы сказал. Не, к ужину это немножечко уже поздновато. Но, тем не менее, да, целая минута имеется в команде Энвис на данный момент. Они снова играют в ловкие такие тайминги, но команда Нави играет очень-таки дефолтно, очень закрыто. Единственное, что на пропете Дзевс пытается там как-то на воде занять позицию под Б. И вот 2 плюс 2 и 1 на перетяжке это Эдвард. Вопрос о том, как он будет перетягиваться и куда он в итоге будет перетягиваться. Потому что уже 45-я секунда времени и как бы бомба все еще в районе игровой площадки. Кстати, под туалеты собираются выходить французы. И Симпл поджимает, как бы он сейчас за это не поплатился. Саша хочет проверить, но вот сейчас можно не очень не очень неудачный тайминг словить. Прямо совсем. Ему, я даже не знаю, сейчас повезет, не повезет. Просто если он на секунду отличется, то скорее всего он потеряет девайс минус АВП. Это будет очень неприятно. Тем более Зевс как бы в минусе и это 4 на 5. В итоге это выход под Б от команды Энвис. И смотри, закидка полная. Опять же таки 15-я секунда времени. Достаточно вырубить бомбки. И об этом команда Нави знает. Электроник забирает товарища Хаджи. Далее Мисс 2. Электроник еще сверху. Ксмс Кяшима падает. Электроник спрейт. Смок минус от Эдварда по скриму. И Флэйми забирает Сиксера. Это 4-1. И Натус Винсер снова оглушает полную закупку у французов и оставляя без экономики. Между прочим, а защита продолжает набирать деньги. И это приятно. Насколько сейчас вообще выгодно было французам так долго ждать и затягивать этот раунд? Они постоянно затягивают. А в Верпасе нельзя так играть. Они сделали минус. Нужно было сделать резкий выпад. Ну, то есть вы в большинстве находитесь. Почему бы не сыграть? Ждать до последней секунды, чтобы... Подожди, когда в большинстве они находились? Они убили, между прочим, Зевса. Нет. Они потом только убили Зевса. Сначала были минус от Электроника. И у них не было никакого большинства. Стоп, стоп. Электроник они убили потом. Нет, подожди. Электроник сделал минус 3. Да. Потом падает Зевс. Нет, Зевс упал вначале. Тогда я сплю тоже. Надо просыпаться. И касательно вообще расстановки на данный раунд, команда Энвиа себе позволяет купить пистолеты без арморов. Это максимум, на что они сейчас могут рассчитывать. И 4 дигла, и еще и ПДС-50 на Сиксере. Что как бы интересно, но опять же таки, если начнут халлить очень серьезно на Оверпасе, то ничем хорошим это не закончится. Нельзя бы ходить на Оверпасе за 15 секунд до конца раунда. Вам бомбу нужно дотащить хотя бы на 25 и уже ее устанавливать. Ну, они, видимо, хотят просто раскачать Na'Vi или хотя бы понять, как они будут играть сейчас на этой карте. Хотя могли бы уже посмотреть, да, то, что происходило на Star Series и, в принципе, увидеть, как именно позиционируется Na'Vi и что они делают. Ну, ладно, пока медленный заход опять уйдет от французов и ждут они момента какого-то, возможно, минуса. Но куда выходить? Вот сейчас, видимо, думают насчет того, чтобы выйти под А, но здесь, если что, Александр прикрывает все это дело. Также электроник находится рядом, ну и пройти будет очень тяжело, тем более девайсов нет. Не, ну девайсов нет, это очень серьезное такое заявление, потому что деглы тоже вроде как считаются неплохими пистолетами. Но, да, действительно, пока что Флэй не закрывает скрима и также Киашиму удается разменять Зевса. Электроник 2 минуса спреем и Хаджи также делал свой размен. Два девайса выбили этого, мне кажется, достаточно. Можно еще и попытаться бомбу затыкнуть. О, минус по симблу от Хаджи. Ну, слушай, здесь бомба устанавливается и это гораздо лучше, чем было до этого. И причем экономический раунд бомбы установлен, а чего на девайсах добиваться не удавалось. Прежде и этот выходит с машины, забирает Сиксера и далее Хаджи 1 в 2 получает пулю от Эдварда. Пуля на вылет и, как бы, пятый раунд за командой Натас Венсера. Сиксер очень неудачно развернулся спиной, словил, наверное, самый печальный тайминг. У симпла что-то не летит. Я уже второй или третий раз вижу, как он промахивается со снайперской винтовкой. И АВП пока что подводит симпла. Подводит, действительно, но ничего, разогреется. Тем более, что... Это первый матч серии БО-3, правильно? Да, первый матч, первая карта, даже можно так сказать. Я говорю как раз таки. И, соответственно, матчи с Паулсом снова, видимо, какие-то были неполадочки. И возвращаемся в игру. Я не знаю насчет тактических Паулс. Вообще, как бы, для Энвес сейчас рановато ее брать. Да, безусловно, они пока что летят. Но, как бы, этот пролет, он связан с тем, что они выходили на 15-й секунде. Чуть-чуть пораньше выходить, так сказать, из дома и ставить бомбу пораньше. Можно делать какие-то вещи. Тем более, что в предыдущем на экономическом более чем реально удалось зайти на Аплант и еще и выпить дофига девайсов. Сейчас есть АОП. Да, АВИ есть для Сиксера. И самое то, что интересно, команда Нави отпускает Аплант, доставляя лишь одного электроника в этом направлении. Большинство под Б сконцентрировано. И для команды Нави очень важно понять, что если на Б никого не будет и перетяжку через коннектор, вряд ли они смогут оформить. Так как там сидит номер 8, это Сиксер. Но пока не спешат опять Энвес выходить куда-то. Скрим в очередной раз делает вылазку, попытку, по крайней мере, под Б, прощупать, где находятся соперники. Возможно, сделать какой-то шальной килл, но не получается. И все еще паритет по количеству игроков. 5 в 5 будут отыгрывать. Хаджи проверяет также, где находятся оппоненты, никого не видят. Ну и скрим выходит очень опасно, на самом деле. Он может за это поплатиться. А, кстати, слушай, как бы Флейми за это не решился головой. У него очень хороший тайминг. Да, действительно, сейчас на бочках Симпл может быть не очень готов к такой позиции скрима. Но, как видишь, скрим на право за минус по Сашке. И теперь 4 в 4 после разминат Эдварда. Флейми на парапете за цементом. Эдвард на воде. И, как бы, болото по-прежнему проходит. Понемногу, помаленьку, но сороковая секунда. И бомбу до сих пор еще никто не подобрал. Да как не проверили? Да вот непонятно, почему не проверили. Еще Эдвард прикрывает Хаджи. И теперь, как бы, вопрос о том, что же далее. Скрим забирает Зевса. И, будучи 2 в 3, 27 секунда времени. И Электроник смещается на 9. Скрим сделал минус 2. То есть, ну, вообще, первый фраг был очень важный. Минус Флейми падает. Скрим остается 1 в 2. И ему нужно будет сейчас бороться, как тигру, как льву. Просто вгрызаться в своих соперников. Сможно перестрелять. Первого убивает. Хороший выстрел. Но нет. Ну, времени было еще мало. То есть, смотри. То есть, у них... Ну, у него было 10 секунд. Ну, как бы, да. И бомба-то лежала на... Подожди, на плейнсе. Он уже взял ее. Да, он ее взял. И, соответственно, мог бы, конечно, попытаться как-то замансить. Мог раскачать, сделать фейк-плэн, допустим. Да, но Электроник же выйдет сразу. На первый же звучок он сразу выходит. Забирает блоки этого скрима. И, как бы, без шансов. Но, получаем, что получаем. 6-1. Натус Винцера все еще ведут в счете. И для французов нужно сделать хоть что-то сейчас. Поменять в своей игре. Потому как пока нету ничего крутого. Они выиграли лишь только пистолетку. И прикрали остальные байроны. Это, кстати, очень грустно. Когда вы выиграете пистолетку. И потом не забираете еще 2 раунда. Это очень печально. Выходит Хадж. Получает сразу ХЕшку. Ой, хороший выстрел по Симплу. Ставит ему в голову. И это большинство для французов. Теперь, кстати, есть шанс выйти под А. Да, и действительно, обрати внимание. Сейчас команда Натус Винцера несколько отпускает. Плэнт. Электроник уходит вдаль на лон. И для него эта позиция, опять же-таки, двухсторонняя. Он, как может и от лонга, отлететь. Также и на плэнт может помочь. Все будет зависеть от того, как Энвес будут реализовывать свой выход на плэнт. Скрипте, вовремя под базой Б, в очередной раз открывает Флейми. И вот тут Сиксер еще и ловит электроника. На туалетах, и Нави начинает сыпаться по одному, что не есть. Хорошо, и вот выпад от Зевс сейчас тоже. Вроде как контролится, но вот реакция к СМС мне не совсем нравится. Видимо, информация от Хеджи поступает не сразу. И Эдвард, Ванька, ну, давай показывай 2010-й. Надо сейвить. Надо сейвить. Что ему еще тут делать? С Крима опять в очередной раз выходит. Эдвард должен это знать. Ну, или... Вот это да. Вот просто так мансует. Ну, и замечает своего соперника, пытается прострелить, и это ошибка, по-моему. И получает гораздо больше. Да, это может стоить ему жизни. Ну, то есть это вообще, ладно, жизни. Девайсы, главное, может потерять за это. Да нет, там с девайсами на самом деле не все так страшно. По экономике мы с тобой... Не, у них все нормально были для меня. Да, там с деньгами он 6500, 3200... 9300 самое главное. Не, надо сейвить. Надо сейвить по-хорошему, потому как Зевсу накинуть дропчик будет не лишним. Да, и в целом, в случае, если они сейвят девайс, это приятно, касательно того, что за защиту дают же деньги за сейв. Если бомб взрывается, то, в принципе, и за атаку, но несколько по-другому систем работает. Так что 7-1 отменяется, 6-2. Кстати, интересно то, что французы решили, видимо, отпустить спокойно Эдварда. Высвояйся. Пока что не поджимает. Но, видимо, в самом-самом конце пойдут. И если... Нет, даже не пойдут. Слушай, они просто забили на него. Странно очень то, что они решили оставить девайс один. Они его ищут не там, где нужно. Я скажу тебе так просто. Дело не в том, что они не пошли, они просто не искали его там, где нужно. И в этом плане, Вань, молодец. А что касательно раунда, да, действительно, Эдварда показали сейчас, ну, какую-то вот строевую подготовку, скажем так. Стояли очень плохо. Да, они просто перестреляли сейчас хорошо на выходе. Да, но они держались вместе. И это главное. Команда Na'Vi выходила везде по одному. Что, как бы, опять-таки, не есть хорошо. Надо как-то посерьезнее в этом плане. Вместе, там, с разменщиком. Вот это вот всё. И вот сейчас, смотри, Симпл отправляется в коннектор. Электроник занимает шары. И, как бы, вся команда N'Vi в направлении базы B. Вот о чём и речь. Сейчас у Na'Vi будет небольшая проблема. А хорошо отрезали. Очень хорошо отрезали. Кстати, это важно. Эдвард замечает. Да как так не проверяют? Что происходит с N'Vi? Ну, такое бывает. Нет, ну, то есть, стоит пять людей и смотрят в одну точку. Да, именно в этом вся проблема. Команда N'Vi сейчас будет выходить туда, где Na'Vi их ждут. И, ой, как неприятно. Пора отмена получила всё в конечном итоге. Два девайса потеряли Na'Vi. Но они снова поломали какой-то выход N'Vi. И те, в свою очередь, сейчас будут делать очередной бай. Но он будет далеко не полный. Ну, у скрима сейчас проблема по деньгам. У ещё и хаджет, да. Вот у меня несколько вопросов, наверное, всё-таки к XMS. Он периодически делает какие-то странные вещи в коллективе N'Vi. Он не смотрит или не играет по N'Vi. Или какие-то проблемы с коммуникацией. Не могу понять, в чём проблема. Но прям чувствуется, что N'Vi ещё недостаточно сыгранные, что ли. Да, это же новый составщик, грубо говоря. Для них сейчас первый лангрупп. И, кстати говоря, тут уже про двадцатки нам в чатике подсказали. Да, действительно, Na'Vi использует двадцатки в большинстве своём. Что, как бы, забавненько. И новый апдейт на сервере для тех, кто только подключился. Это CSGO Asia Championship. И, как бы, играют они в Шанхае на новом апдейте. Так что, держу вас в курсе. И, тем временем, товарищ Эдвард отъехал от... От кого я почему-то? От Сиксера, да? От Сиксера. Первый выстрел, что ли? Ой, ну, да, бывает. Очень неприятная ситуация для Na'Vi. Они находятся в меньшинстве. Но, опять, очень медленно действует N'Vi. И выход от стрима в очередной раз убивает. Флэйми тут же разменивает своего союзника. И это три в четыре ситуация. N'Vi будет ли продолжать своё шествие под B? Судя по всему, хотят. Киашима выжидает кого-то из своих оппонентов. Но при этом ребята халдят. Они тоже не рискуют куда-то выходить. Судя по всему... Ну, смоки пошли под Аплэнд. И Флэй, кстати, тем временем у нас... Посмотри, стягивают же двух игроков защиты буквально под А, да. Симпл там на девяти. Может в любой момент вернуться Флэйми с ВП. Наверное, от него сейчас на B будет висеть очень многое. И зависит, и висеть. И вот это вот всё. А, кстати, он может очень хорошо здесь принимать минус. Есть первый проход, а вот Хеджи просочился на точку. Да, действительно замечает. Поэтому фу, и вот подсадочка для Симпла. Симпл готов стрелять. Падает Хеджи. Кстати говоря, бомба-то упала на песках внизу. И это проблема для N'Vi. 20 секунд времени. Французы, что с вами? Почему вас так штормит сегодня? Минус от Киашима по Флэйми и Симплу. Вот это вот очень плохо то, что одновременно погибли два игрока. Остаётся 8 секунд. Ставится в хулэнд. Пытается прошить электроник. Не получается. И будет ли сейвить АОП или пытаться выиграть этот клатч? Пытаться выиграть этот клатч очень необходимо. Потому что можно давить до конца. Но электроник принимает решение сейвить снайперскую винтовку. И по деньгам в этом есть логика. Отслеживается. 3850, 3000 у Флэйми. Эдвард 1650 и Зевс с таким же балансом. И как бы электроник 2400. Вроде как можно закупиться кольтами. И кому-то ЦСШки. Хотя после апдета и не такие сочные. Но всё ещё рабочие. А для Энвес просто банально сделать хотя бы полный бай. Что как бы забавно. Надо отдать должное Энвес. Они находились в большинстве всё это время. И они, собственно, и выиграли раунд. Они его не отдали. Молодцы. Смогли какой-то веки выйти на базу. Они всё-таки закончили. Нет. Ну был момент опять же-таки опасный. Вот здесь вот раз. Бомба упала на песках. И всё. Сейчас, если бы двое на КТ, а Флэйми и Симпл не упали бы так в линию, то, скорее всего, они бы этот раунд закрывали. Притом Флэйми и Симпл сделали большинство для защиты. Но после этого... Ну, как бы... Ну, они знали. Естественно, французы знали, где находятся соперники. Про электроника не было до конца инфы. Я не знаю, видели ли они его на проходе. Потому что это директор нам показывал Симпла в этот момент. Но вот в момент, когда Симпл выбил плент, можно было попробовать перетянуться всё-таки. Пойти на девяточку, посмотреть там, как-нибудь попробовать раскачать соперников и заставить их нервничать. Потому что бомбу нужно было поднимать. Да, было 20 секунд, но в любом случае это мало времени. Ну, а расчёт был на то, что как раз-таки с Флэйми отстрелят Симпл. Но в итоге они как-то с Флэйми вышли в линию, как же я уже и говорил. То есть тут непонятно, как так получилось. Но такое бывает. И, кстати говоря, друзья, по поводу FPS, ничем пока товарищи наши режиссёры и компания не могут помочь. Не может пофиксить клинтфит просто так. Потому как это не от нас зависит. Всё-таки картинка какая есть, такая есть. Мы не на Голл ТВ. В этом вся боль нашего существования сегодня. Но, надеюсь, в будущем это дело поправится. И тем временем команда MS... Надо верить. Да. Покупает полный бай. И, опять же-таки, скрима пытается здесь зажать. Эдвард стреляет по пяточкам. Скрим, кстати, очень много работы выполняет для своей команды. И каждый раз делает 1-2 минуса, что немаловажно. Электроник поджимает своих соперников. Замечает Хаджи. Первый минус. Но тут же его разменивает соперник. Соответственно, 4-4 будет отыгрывать француза. Выход Симпла не увенчался успехом. Ну, так. 1 на 1 увенчался. Зевс сейчас может выйти с фармганом. Но вот скрима не удается перестрелять. Казалось бы, Юмпа фармган вблизи должен делать свой минус. Но нет. Не судьба в этот раз. Зевсу не удается перестрелять своего оппонента. И команда Naive в очередной раз остается в меньшинстве. Как бы вопрос о том, куда пойдут ТНС. Сейчас у них действительно есть шансы вернуться в эту игру и выйти на хороший счет. 7-5 минимум. Мне кажется, это будет выход под А. Судя по тому, что перетягивается скрим потихоньку. И остается 40 секунд. Вряд ли они побегут под Б. Выходят на лонг. И будут проверять. Плохо, наверное, для Naive то, что они разделились с одной стороны. С другой стороны. А что им еще делать? Правильно? Нужно понимать, с какой стороны пойдут соперники. Не, ну можно сыграть и по наверочку вдвоем. Ну, если что, просто засейвить. Ну, тоже верно. Ну, Эдвард пытается сейчас нам показать позицию на тачке. И если ему не кинут молик и не прочекают, это будет халява. Но делается прифайер. А Ваню что? Как там один минус всего лишь скрима, размены. Приходит с банана Флейми, а времени всего ничего. Сиксер ставит за ящиками. Ох-ох-ох-ох-ох. Ну, для Сиксера такое на самом-то деле очень непросто будет взять. Он со снайперской винтовкой. Но как бы одно попадание, и Флейми может оказаться с поражением. Но Флейми, кстати, догадывается, судя по всему, где находится соперник. Нет, не видел. А вот теперь голова практически. Был бы Калаш убил. 13 хп. Был бы Калаш убил, и 13 хп бы не осталось, потому что ванта в голову залетало 100%. Энвес берет четвертый раунд для себя, и, на самом деле, ломает экономику команде Navi. У тех не так уж и много денег для закупки, и вот он минус по сим. Очень хороший размен. На самом деле, хорошо вышел. В этом-то и весь смысл атаки на оверпассе. Нельзя выходить в соло, нужно делать размены, и в таком ключе играть можно на любой карте. Я к тому, что очень хорошо, что они начали так делать, потому что до этого, если ты помнишь, они вот в самом начале мы с тобой говорили, что как-то рассинхрон, какие-то проблемы, но начали играть хотя бы вместе и слаженно. Ну, в этом и нужно, нужно как бы так действовать. Опять, все-таки, Симпл начинает агрессию со Скалта на мидле, и команду Navi делает форс-бай, но потеряли Zeus, потеряли электроника, и как бы все. Вся инициатива теперь у Navi отсутствует. Ну, через коннектор будет заходить Киашима. Здесь никого нет, он пока что об этом не знает. Флейми и Эдвард все еще стоят и не спешат никогда выходить. Хотя Флейми, видимо, хочет проверить коннектор и попробовать что-то сделать. Ой, какой тайминг, но не убивает, нет, убивает все-таки Киашима и Эй-7-ой, между прочим, твой любимый, который ты хочешь после апдейта. Но, как бы, проблема в том, что сейчас у команды Navi все еще меньшинство. Но зато у них есть АК-47. Ох, у них и Скаут на Симпле есть, который шикарно попадает по головам, и Эдвард с Сэшкой, и это все прекрасно, но игроков может не хватить, в случае, если, например, французы захотят выйти на Апланди. Всего лишь один, напоминаю, один Симпл, остальные на ВС концентрировано. Хотя там уже потихоньку перетягивается Флейми. И, кстати, Эдвард тоже. Да, но как бы бомба в сторону базы Бэй, и Navi сейчас небольшой такой... Но не угадали, не угадали. Тут, знаешь, пришлось укреплять одну из позиций, и немножко не угадали с выходом от коллектива N-VS. Неудачный Молик и забегает, скрим проверяет, если тут кто-то. Тут никого на самом деле нет. Выходит Эдвард и видит то, что это уже плент под боем. Замечает скрима и перестреливает. Вот, да ладно. Есть минус по скриму. Действительно, Флейми и Симпл могут постараться сейчас включиться, потому как в случае, если они пойдут на сейв, особо от этого польза они не получат. Да, девайсы на эко-пистолетах это прекрасно, но сейчас можно попытаться сделать клатч, тем более, что товарищ Симпл попадает по Сиксеру, и тут уже не фуловый вид наш можно было как-то зачекать, и попадает еще и по второму. Но времени очень много теряет Navi, китов-то нет. Флейми начинает двигать Флейми, видел Эксэмэса, инфа еще и по Сиксеру есть, теперь еще и по Эксэмэсу, но... Неудачный выход от Флейми. Не знаю, зачем было в соло выходить, потому что, очевидно, дали информацию, что Сашу ослепили дважды. Но его дважды слепанули, и он ничего не видел, абсолютно. Сашу же не будет говорить, братан, я в блайнде, братан, я в блайнде. Флешка, 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 у нас проблемы, но... И пятый раунд для команды Envias уже вот тут, в сердце у нас. О, вот знаешь, Киашима как бы играет в своем ключе, в своем стиле, не боится просто занять коннектор, ждать до последнего... Нет, не боится, это скрим, как бы, вот кто не боится, так этот игрок. Вообще такая фича, как бы, в антаб, все дела, думаю, ты знаком. В антаб. Да, хедшот машин, вот это вот все. И как бы, да, об этом идет речь. В команде Envias сейчас не хватает только, наверное, какого-то жесткого капитана, как я об этом уже говорил. Ушел хэппи, а так-то, в принципе, по огневой мощи даже сильнее, чем в предыдущем составе. Потому что RPK, он вроде как танк, но как бы не танк, и в этом вся проблема. 7-5 счет, и как бы сейчас, после предыдущего раунда, коллектив Natus Vincere не посетил генерал Deigralis. Так, не понял, это что-то локальное мемо, я что-то... Нет, это просто, ну, ты не знаешь, Deigralis? Deigralis, что-то слышал, но что-то не припоминаю, поэтому... Возможно, возможно. В общем, чтобы все хорошо у них было, мы желаем, и увидеть достойную борьбу на данной карте. Выход потихоньку через коннектор от игроков защиты, но они не угадывают с вектором атаки. Правда, Эдвард может кого-то встретить сейчас, и если заметят... Кстати, Плэнд очень рядом, и если он заметит Хаджи, то это будет очень хорошо. Две флэшки. Эдвард, Зэшечка, ну да, мало, да, мы что-то даже вообще 22. Не, ну он дал информацию о том, где находится Плэнд, вот, правда, мог бы, на самом деле, убить, мне кажется. Да, такая позиция, да, что нужно делать, один минус, упор, и они его убили-то не сразу, довольно-таки. Ладно, не зашло. Ты понимаешь, еще с Клинфидом было трудно понять, он как стрелял, да, мне казалось, что какими-то такими... Да нет, это у нас просто, да, действительно подлаги, но ничего не поделаешь. Мы, к сожалению, на Клинфид поплеять никак не можем. Опа! Зевзевсом, но... Найстрайд, найстрайд на самом-то деле, да, дали еще XMS, забирает электроника. Да, Флэмми Симпл, Флэмми Симпл, но, честно говоря, ожидания невелики в данной ситуации. 2 в 5, ну, Скаут, Диггл, ничего еще. Али проходит, и его, кстати, убивает Флэмми, это минус 1. Можно девайс попробовать засейвить, Киашиму уже находится на... Да, сейвить девайс, еще и Симпл с армором, это идеальное решение. Ну, то есть, тут какие еще варианты? 2 в 4 выбивать очень маловероятно, потому что плен сейчас будет поставлен. Шансов минимальное количество. Флэмми забирает АК-47 и спокойно ребята отходят. Главное, теперь эти девайсы не потерять. Ну, потерять вряд ли потерять, на самом деле. Энвес пока не предпринимает. Кстати, французы, вот я, что обратил внимание, они очень редко пытаются выбить девайсы из своих соперников, когда остаются... А ты посмотри на их экономику. Если бы у них были деньги, они бы позволили себе такой мув. А сейчас каждый смерть... Не хочется, да, я понимаю, конечно. Но каждая смерть соперника тоже дорогого стоит. Да, тоже. Не, ну как бы Павел, Нави все равно в следующем будет. То есть, от того, что они получат скаут или калаш, особо с морепогоды они не сделают. Хотя вот для Симпла тот же самый скаут лучше бы преобразовать в ВВП, но, к сожалению, система крафта в этой игре отсутствует. И, да. Может, когда-нибудь дворфы заведутся. Да, вообще тогда весь, как бы, Counter-Stack превратится в какой-нибудь, там, условно говоря, хиди, хотя хиди нет грайда в оружии. Ну ладно, это так. Все. Кто что любит, Lineage или WoW? Так нет, мы про шутеры с тобой говорим. Сейчас бы про WoW, и сейчас тебе за Орду в чате устроят. Ты зря, кстати говоря. Зря поднимается на тему. Главное, чтобы не поднимали щиты. Я, кстати говоря, подняю щит за команду Нави и Капа за НВС. Для тех, кто понимает, о чем я. И, как бы, да, само собой. 76 счет. Первая половина. И, как раз таки, получается стать ситуацией, когда близкий счет. Мы с тобой... Ой, Флейми хорошо отрезает. Встречает скрима. И Молик налетит сразу туда же у дымы. И это минус 3 в пользу команды Нави. Они находятся в большинстве. Хаджи замечает. Флейми не попадает, но потом все-таки достреливает по сопернику. Сиксер также падает. И это 8-6 счет в пользу Нави. Там полетели уже Орки. Как бы, да, и Нави действительно забирает первую половину. Ну, что сказать. Сейчас выход на базу был слишком какой-то безинициативный. То есть, на Эдва Флейми сделали три минуса. Знаешь, он такой слишком прямолинейный и очевидный. Потому что под Молик выходить было очень опасно. При том, что Нави постоянно ждут оттуда скрима. Вот постоянно. Понимаешь, если бы скрим не выходил 500 тысяч раз с одной и той же позиции в одно и то же примерно время, то, может быть, и не стоило чего-то такого ждать. Но поскольку Нави уже к этому приноровились, они знали то, что Энвес, скорее всего, будет... Ну, то есть, один хотя бы игрок будет там. А тут они увидели, о, подарочные. Добро пожаловать. Накрываем стол. Свободная касса. Свободная касса. Да, действительно. И теперь Киашима в коннекторе. И у него здесь никого в упоре нет. К сожалению, только лишь Эдвард, где-то в районе воды. В остальном полторы минуты. Энвес как бы, да, опа, дверь мне запилил. О-о-о! Еще и прикинь, он сам ее разбивал для подготовки. А в итоге получил промысление. Неприятно. А как бы Зевс еще не упал. Зевс не упал, слишком мало дэмэджа. Через стеночку. Симпл. Вот опять же таки мажет. Да, ты отмечал, что очень часто промакивается. От его снайперской винтовки очень многое зависит. И вот эти каждые промахи от него для меня как бы грустные. Я думаю, что Библиотомп в чат тоже залетит за Сашку. Все дела как бы. Ну, за себя и за Сашку. Да. Особенно, когда Сашка... MVP как бы. Да, да. Такие дела. Ну что ж, 4 в 5 будут отыгрывать игроки защиты. И замечает. Флейми, Киашиму. Это 4 в 4 ситуация. Немножко уравнивает шансы для Na'Vi этот игрок. И теперь уже можно как-то разыгрывать поинтереснее коллективу Na'Vi. Да, действительно, разыгрывать им очень необходимо. Этот раунд 9-6. Защиту очень бы хотелось заиметь. Хотя, с другой стороны, 8-7 атака. И, опять же таки, я, наверное, увижу более лучший перформанс для Na'Vi за Т-сайд. Да, да, мне тоже так кажется. Чем за защиту. Потому что это все-таки карта. Кстати, Зевс убивает Зиксера. Бомба падает. Минус Флейми. Иксэмэс также падает от Симпла. Теперь точно можем затопить 2010-й, потому что эти минусы, эти фраги сделали хорошую статистику Даньки и компании. И обратим внимание на то, что по тубуляции видно, как бы команда Na'Vi не имеет какого-то жесткого преимущества за счет Симпла. И в то же время у Envis тоже особо нету каких-то преимуществ. И, по сути, мы начнем вторую сторону, вторую пистолетку. Очень важна для команды Envis. Вот он, Зевс. Очень хорошо. Вот здесь прямо тратататата минусы. Но тут еще как бы надо понимать то, что выходили вдвоем, сразу в линейку выстроились. Так всегда, типа, когда ты выходишь вдвоем, и тебе и твоему другу вставляют свинец. Ты получаешь несколько граммов свинца в лицо. Выход через коннектор, очень стремительный выпад от коллектива Na'Vi. И он, видимо, я не знаю, он увенчается успехом или нет. Не, ну как бы жестко, пацаны. Эдвард, все, Эдвард сломался с тема. Эдвард сломал систему. А ведь так оно и бывает, на самом деле. Надо мне, кстати, посмотреть. Может быть, у нас есть радио. Будем радио RUHUB с утра пораньше устраивать. Потому что, как бы, да. 9-6 пока что счет в пользу Na'Vi. Атака. Интересно. Ну, то есть, я надеюсь на то, что пистолетка будет за ними. Да, пистолетка будет наша. Ну, нет, как бы, я сейчас вижу ситуацию 5.2 на пистолетке. И компания Scream'а сейчас, похоже, забирает вторую пистолетку. Да, вот мы возвращаемся к вам в экран. Походу, упал GreenFit. И насколько это будет серьезно, непонятно. Китай, Шанхай, как бы, ну, ничего не поделось. 300 тысяч долларов. Не хухры-мухры. Да, 300 тысяч долларов за трансляцию было бы тоже неплохо отвалить. Но 9-7 счет и действительно пистолетку Na'Vi проигрывает. Как ни крути. Проигрывает пистолетку. Это очень неприятно. Но мы уже видели то, что Na'Vi после проигранной пистолетки легко и непринужденно сделали Force Buy и спокойно сломали экономику своим соперникам. Но это была защита. Она так и не менее опасная Force Buy, между прочим. Так что держим вас в курсе. Это прекрасно. Это прекрасно. Опять же, команда Envia сейчас может себе позволить слишком много. Позволить много могла и Na'Vi. Но Na'Vi не смогли, потому что Simple не стреляет. Simple надо включаться. Он как-то... Ну, вот проблема не летит. То есть, ну, это типичный Александр. Да, у него то прямо 10 из 10. Он просто разносит все, что движется. Кстати говоря, ты неправ. Типичный Александр. Это плюс 20 в статистике. Плюс 20 в статистике, да. Но включается долго. Simple здорового человека записывайте. Simple здорового человека. Главное, чтобы включился. Simple здорового человека. Включится, включится. Я верю в Сашку. Так не, ну, 100% включится. Мне кажется, что это просто, знаешь, после того, как, во-первых, турнир только отыграли. Все хорошо. Волна успеха. Сейчас немножко расслабились после этого. Надо чуть, знаешь, чуть-чуть нервишки-то пошалить фанатам. Правильно? Так что шалить-то? Первая карта. Верпасс. Далее у нас будет еще инферно. Я говорю, надо чуть-чуть интригу. Чтобы вы понимали, Мапол для Нави настолько комфортно, что проиграть этот матчап невозможно. Но если Нави сделает... Да они и так фавориты. Мы говорим о команде Нави. Это команда, которая может проиграть кому угодно и выиграть голову. Жалко, мы не увидим противостояние Нави-Лонгджу, потому что вот мы говорили до этого. Это было бы вообще интересно понаблюдать. Кстати, Лонгджу в другой группе. Но мне страшно, что у нас там уже идет раунд, как бы, да. 9-7 счет. И команда Нави что-то с форсбайм пока что не особо клеится. В меньшинстве и это выход под Б. Но обратите внимание, что Эдвард тоже не фуловый далеко. Выход под Б под большим вопросом сейчас. Хотелось бы посмотреть на то, как Флэйми и компания будут разбираться с СЗ-шками и Дигл от Симпла. То есть они вообще-то под ноль закупились. В итоге, кстати, оставляет одного Флэйми. Очень хороший минус. Оформляет, еще и уходит. Это пока что 4 в 4, но 5,5% здоровья у Эдварда и Флэйми. Это так больно за этим смотреть. Прямо грустненько немножко. Но вектор атаки, судя по всему, меняется на точку А. Остается 50 секунд. Пока что время есть. Выкидывает пистолет и очень неудачно ловит тайминг. Флэйми далеко отошел. В итоге не смог подобрать сразу. И его убивают за считанные секунды. Но опять же, 5% здоровья. Сиксер чекает лонг. Подстать Симплу в первой половине. Со Скаутом. Все дела. Как бы 30 секунд. Слушай, мне кажется, у Нави сейчас будет небольшой синдром Энвиас, которые выходили на пятнашки. И, о, а там ствол должен торчать. Да, видит электроник Сиксера. Но почему-то не сразу Эдвард за счет этого падает. Далее Сиксер пытается репикать под флэш. И хочу закрывать тем временем Симпла. В итоге по электронику есть инфа. И как бы, что же вы такое делаете? Это уникальные тайминги. Знаешь, один заходит, другой выходит. И Сиксер должен умирать. Ой-ой-ой. Это ЦЗшка? Не, ну так-то да. Но так-то я был уверен, что электроник сейчас уже все добьет. Ну, не догрыз бывает. ЦЗшка, штука такая неприятная. Иногда она работает на тебя против. Да, действительно, иногда против тебя даже Counter-Strike. И теперь 9-8. 9-8 все еще преимущество за Na'Vi. Но преимущество в один раунд. Это не такое крутое преимущество, как многие могли бы подумать. И тем более, что под вопросом первый бай. А я очень хочу увидеть его. Но по факту это сейчас 9-9 уже можно как бы считать. Я очень сомневаюсь, потому что Na'Vi выиграет этот раунд. У них пистолетка против фуллбая. Пистолетка против фуллбая. Не, ну как бы для Envis это обернулось тем, что они поставили бомбу и забрали два девайса. Так что это зря. Это очень даже неплохой может получиться экономический. Но команда Na'Vi не Envis. Начнем с этого. И, соответственно, Envis... Отличается по названию. Да, и они играют несколько по-другому. Кстати, Симплтон говорит, что мы не правы. Да, мы не правы. Всего доброго. Хаджи уже отправляет с таверну. Скиндаль работает на воде. Забирает Эдварда в упоре. У него еще и Электроник здесь. И Флейми рядом. И все в линии. Вот так вот суворт стайл. И как бы туда корабль не попадает. Кстати, тем временем с ХЕ-шки падает Девс. И Симплт 6% здоровья. Это 2 в 2. Можно попробовать перетянуться под Б. Сиксер очень опасный сейчас выход. Планирует. Но через Маки все-таки не рискует. Симплт тем временем делает проверочку. В коннекторе есть кто нет. Пока вроде никого. И если Флейми заметит Сиксера, то это будет очень благоприятный исход для Na'Vi. Скорее всего, они даже возьмут этот раунд. Потому что 2 в 1 будет легче явно разыгрывать за атаку. Там даже понятие, что со Скаутом, по-моему, вряд ли дуло будет торчать. Стенка слишком широкая. Не, не, дуло не будет торчать. 100%. Но вот если Флейми... Так, так, так. Сизет гол. Тайминг для Сиксера. Куда ж ты так? И Флейми 12, кп 25 секунд. А Стенка-то не простреливается. А Стенка не простреливается. Или просто не попадание. И Сиксер тут творит просто какую-то тичь. А время. Он тянет время, которое очень драгоценное для команды Na'Vi здесь. И это Габелло. Все, Флейми никак не успевает поставить бомбу и выберет этот раунд. Флейми. Как больно было за этим смотреть. Больно было смотреть за Сиксером, который не может фуловым убрать безарморного Флейми. Не, но это тоже. Но, понимаешь, хотя бы у него есть оправдание. ЦЗ-ка, мы говорили. Это как бы иногда работает за тебя, иногда против тебя. С другой стороны, простреливать стенку, которая, ну, то есть, не надо так делать. Ну, выйди ты уже. Ну, ты знаешь же, что у твоего соперника кончились патроны. Я понимаю, что есть шанс кроссфаера. День была какова, что он убьет без потери хеллспоинтов, но потеря хеллспоинтов была уже до этого, и поэтому терять уже было нечего. Да, надо было дожимать спокойно и уже идти на А-плент и спокойно заканчивать этот раунд в свою пользу. В итоге... Дело сделано. Дело сделано и теперь для команды Натус Винсера очередной бай с кольтом для Флейми и 4 калаша в исполнении Симплей Компании. Энвес, в свою очередь, ВП для Сиксера и также 3 шумных кольта и одна двадцатка. У Нави 3 уже эски появилась, а вот у Энвес что-то по-прежнему старая мета. 3 М4А4 и М4А1. Именно так. Я, знаешь, подытожил чуть-чуть. Дело сделано. Дело сделано? Это уже какой-то Варкрафт пошел. Ну, так а чего? Игры-то все наши, родные. 9-9 счет и есть бай у игроков атаки, у защиты тоже. Единственное, что у Сиксера АВП, а вот у Симпла отсутствует такой девайс. Очень неприятная ситуация, с одной стороны. С другой стороны, мы видели, как с пистолетами ребята делают делов побольше, чем с девайсами. Да, действительно, насчет девайсов очень серьезно. И приколы иногда выступают нам. Ну, а 50-х секундное время, то есть, опять же-таки, лоу тайминги на оверпассе. Напоминает, не очень старый состав флипсайта, когда они там на 30-й секунде, там, постоянно, или даже на 20-й могли выходить. И, в итоге, тоже не устанавливали. И, как бы, это действительно может стать ключевым фактором. Вот, и где кто же быстрее, надумается, сделать... Ой, хорошая флешка. И, да, действительно, электроник забирает XMS, Акиашима за плентом. Эдвард падает от скрима, Акиашима делает мисс по электронику, Симпл забирает Киашима, мисс от Зевса также по скриму. И последними остаются Хаджи и Сиксер. Они отрезаны смоками. Ну, это не мешает Хаджи забрать Флейми на проблете. Флейми в смоки зашел. И, как бы, да, и вопрос о том, что происходит. Зачем? Зачем было заходить в смоки? Ну, и теперь вдвоем можно разыгрывать очень спокойно. Зевс, у него малое количество здоровья, 12%. Так, Симпл, по-моему, заметил. Нет, видел Саша? Нет. Зевс делает выстрел по Сиксеру, убивает своего соперника. 12% по Зевс. Ну, да, тут как бы один в один. Но кто кого перестреляет, в итоге все-таки Зевс падает. И это 9-10 в пользу французов. Они забирают этот раунд, хотя, казалось бы, как это вообще возможно после того, как занимает Na'Vi Plant и чувствует себя хорошо. Зачем в смоки было забегать, непонятно. Здесь не проблема была во флейме. Я вот не понимаю, как Хеджи его отстрелил. Но вот такое бывает, что это закинул пулю в смок, там попал, все дела. Ты просто, по-моему, уже в рассеившийся смок заходил, если я правильно видел. А вот непонятно, да. Я вот просто немножко проморгал этот момент. Мне казалось, что там уже рассеивался смок. И там проблема этого раунда была совсем другом. Они остались 2 в 2. И Симпл пошел стреляться с Хеджи один на один. И в итоге как бы... Зная информацию о том, где находится соперник. Да, и немножечко не пошло, но это не страшно. Страшно то, что сейчас 10-9, очередной байд для команды Na'Vi. Но гранат действительно маловато. И как бы поджимка от Хеджи сейчас на шарах смотрится очень опасно, как по мне. Но знаешь, все могло бы быть хуже для Na'Vi, если бы они не поставили бомбу. Соответственно, все было бы еще куда печенее. Да, они бы остались без бая, были бы пистолет с арморами. Но пока по счету сказать что-то сложно. Все под контролем. В любой момент все может измениться с 5, и команда Ennis может начать проигрывать. И здесь ничего страшного. Ой, как опасно. Ой, как опасно сейчас могло бы быть для команды Na'Vi. Электроник заходит, XMS его проверил. И сейчас будут защищать точку B. Na'Vi не спешат с выходом, и прострел от Киашима никого не задевает. Да, прострел от Киашима это очень важная вещь. Опять же таки на B-базе сейчас 3 игрока защиты. И один далеко не фуловый. Выход через монстр, плюс парыч сплит. Скрима надо на бочках изолировать. Срочно от общества. Скрим, живи! И прохоз, проопета все еще не может его никак задушить. А Моликов нет, Моликов нет. Да нет, гранат изначально, да. Действительно, об этом я и говорил. Гранат будет не хватать. И флэмми выхват минус 2 от него по головам. Еще и размен от Киашима. Киашима на 2 минусы. 3 минуса, Сиксер, Киашима, квадрокилл минус 4. Я требую повтор. Давайте повтор на Киашима, пожалуйста. Киашима просто красавелла. Сейчас очень хорошо все сделал. Вышел, встал, скилл показал. И знаешь, вот все, что мы говорили, то есть проблема, то что скрима не выбить, еще что-то. Не, вообще забудьте про все это. Киашима завершает все это шествие вместе с Сиксером. Они очень хорошо разыграли. Замечательный кроссфайр. И они остановили эту атаку. Этот мощный, казалось бы, выпад, который было не остановить. Даже при том, что гранат не было. Неважно, они на бочках все равно сделали свой минус. Они оформили 2 убийства. Нави были в большинстве. Нет, говорит. Киашима говорит нет. Не сегодня. Да, действительно, пока что пауза. Я думаю, что это тактическая от Нави. Сейчас они исчерпали какие-то свои раунды дефолтные. По-моему, это давно было пора. Пора расчехлить тетрадку с секретными тактиками. А может быть, у Зоника ее, так сказать, ребята, дайте нам тетрадочку с тактиками. А то фейк, лоб, 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 лоб больше не работают, оказывается. Но шутки-шутками, да, действительно, 11-9. И, как бы, многие уже могут сказать, мол, да, это изи для Энвес, как бы, а пик-то Нави. Но вообще выглядит все именно так. Нет, это далеко не так, потому что два раунда это не преимущество. Подожди, сколько раундов взяли Нави за атаку? Ноль. Как и Энвес взяли всего лишь 4 раунда за защиту. То есть, как бы, ничего особенного. Понимаешь, понимаешь, как Вера Плэй начиналась? 5-1 в пользу Нави за защиту. Да. Но сейчас Нави не могут найти свою игру. Тем более, у них есть только один АК-47, есть две Чешки и, ну, Диггл вместе с П-250. Все. Ну да, действительно. Ну, то есть, это еще один 12-й раунд, скорее всего, в пользу французов. Это бай на Верочку для Флэйми, он с калашом. И сейчас от него зависит очень многое. И, посмотри, французы позволяют зайти в мид, хеджи все еще на туалетах. И вот, если его убрать, то и остается всего лишь один Сиксер СВП, которого также можно бить под флэшечку, под смоук. Этот авик очень мобилен. А через коннектор перетянулись, кстати, очень хорошо сейчас на ави. Да, и к тому же на Б-базе тоже два игрока, XMS и Киашиму, но опять же таки Фабиан может пропустить. Вот Киашиму главное убить. Да, и еще и Александр. Вот, кстати говоря, еще один Александр. Александр Эфорте. Оу, замечает XMS своих соперников. Пока что, ну вот, опять выход в смолк. Минус от Киашимы. Эдвард падает, снова неприятная такая вот ситуация. Сначала меньшинства. Нави, Нави, Нави. Но перехалдить себя тоже могут на данной ситуации. Флейми. Флейми ловит XMS, но он был не фуловый. И Киашиму пройти вот надо, чтобы. А Киашима-то убежал. И должны были, наверное, слышать о том, что он спрыгнул сейчас. Флейми пытается прострелить. Киашима все еще находится на позиции, в которой он в предыдущем раунде сделал минус 4. И выход все-таки это будет под Б. 25 секунд остается. Уже не успеет точно перетянуться под А. Закидывает флешка. Киашима все еще не ослеплен. И выход от Зевса. Пытается поставить, не получается. Минус симпа. Падает также еще и Флейми. Минус фиксер. Киашима скринпанит. Хорошо. Но мне кажется, что этому молодому человеку нужно попробовать того, что он еще не пробовал. Тавтология, но такова правда. Попробует того, что не пробовал. Официант, принесите мне минус 2. Минус 2. Один в два. Хотя это уже было. Это был очень смысл. Зевс. Один на один. И вот теперь нужно тянуть время. Время. Ну, Зевс. 2010. Ребята, скандируем. Скандируем. Как бы немножко мы знаем. 10-11. Ладно. Немножко исправляются нами. Выправляют ситуацию. 10-11 счет. Но надо помнить то, что как бы это им очень дорогого стоило. Они столько раундов отдавали, что, ну, мне кажется, тяжеловато. Тяжеловато придется. Хотя, с другой стороны, посмотри на экономику французов. Тогда это о том и речь. Как бы защита очень не такая, знаешь, гибкая в этом плане. Экономика всегда очень сложно строится. И если они выигрывают раунды, там, 4-5, и все равно умирает, в этом смысла никакого отдавайсов на следующий не будет. Это очень грустно, то, что такое у Киашим. Хотя Киашимы сейчас действительно хорошо стреляют. Скрим! Ну, это скрим. Знаешь, до этого Эдвард с Дигла стрелял, а сейчас скрим стреляет. Да они только скрим с Дигла стреляют. И как бы все могут стрелять. Сейчас Симпл еще выстрелит по Киашиме. И вообще будет кошерно. Тайминг с гранатой совсем провальный. И команда Энвес начинает сыпаться. Вы, кстати, видели. Ксмс. Да, видели Ксмс. Видимо, для Энвес сейчас совсем все не густо. Но это 11-11 должен быть раун. Тогда баи в следующем тоже не будет. Это уже даже 12-11. И Na'Vi таким образом могут заполучить преимущество и продолжить душить, и давить, и не пускать. По экономике все очень плохо сейчас у французской команды. Но если ошибутся Na'Vi... Ну, то есть мы уже видели, как Киашима делает... Нет, ладно, все, забудьте, что я говорил. Скрим что-то как-то расслабился в защите. Если в атаке он блистал, как звездочка, то в защите что-то как-то видно Киашима только одного. Да нет, ты зря говоришь. Ладно, еще Сикшеры. Французы, они такие дружные ребята. Если посмотреть на то, как они идут по статистике, все более-менее ровно. И вот он нам повтор от Симпла. Вроде ничего особенного. Но и вроде как очень важно было убивать Киашима, потому что он был единственный с девайсом. И сейчас... Ну как ничего особенного. Три минуса дал по головам. Да, как бы там... Из-за исключения Киашимы Бая не было. Это несложно. Кстати, там Киашима, если я не ошибаюсь, в это время доставал какую-то... Гранату. Я тебе говорю, да, действительно, тайминг не пошел. И об этом-то и речь. Команда Envy сейчас укрепляет туалеты. Снова могут разминуться, как в море корабли. И команде Navi нужно срочно. Срочно на B. Кнопка красная такая. Ну смотри, это мы видим с тобой, то, что им нужно на байне. Ты пока что не знаешь. Но они же понимают, что против них играется экономически. И как бы в случае чего мы останемся без Клинфида. Ну это на крайний случай. Черный квадрат Малевича, если что. И как бы да, действительно, для Navi сейчас был экономический раунд у соперников. И хотелось бы понять вообще, чем дело-то закончится. Сейчас раунд должны забирать для себя Navi. 99,9,9,9,9 процентов. Если они выйдут на B, то это вообще легчайший раунд. То есть, если они сейчас поймут. Насколько я помню, Эдвард проверял как раз-таки туалет. Если заметит хотя бы двух соперников. Ну вот кто-то там проверял. Я вот просто не обратил внимания, кто именно. Кто-то смотрел на шарах. Да, 12-11. 12-11. Ну замечательно вообще. Вообще шикарно. И для ребят из Navi это плюс экономика. А соответственно для французов все еще нехватка какой-то инициативы за защиту. Хотя у них будет бай, но без снайперов. Или будет снайпер с Клинфидом. По-моему, их не должно хватать. Потому что они в ноль закупались. Среди 300 в среднем. И как бы делать такое себе. Но, дорогие друзья, пока все еще трудности с Клинфидом. Мы не можем так быстро решить такие вопросы. Понимаем, что вам трансляция 20 фпс. Тебе было бы комфортно смотреть 20 фпс? Мне кажется... Кайф. Не понял. Ну, ты знаешь, я любитель... Ребят, попросите его извиниться за 20 фпс. По-моему, он это вот... Я не знаю, почему он на 20 фпс на трансляции. Нет, простите. Это из-за тебя все. Я понял. Ну и возвращай... А, понял. Ну, хороший нож. Так, 12-11. Ну хорошо, мы видим, что ты был прав. Кто бы сомневался. Ты был абсолютно прав. Ты молодец. На самом деле... Вот возвращаясь к 20 фпс, ты говоришь, приятно, да? То есть просто есть люди... Вот мазохисты, я люблю Dark Souls. Понимаешь? А при чем это 20 фпс? Это тоже как бы боль. Там боль в том, что вы типа умираете? Да, тут как бы больно смотреть. Совпадение? Не думаю. Но как бы не так, да, действительно, пока что CleanFit все еще не работает, и мы дико извиняемся. Да, это все еще CSGO Asia Championship 2018. Группа А, открывающий матч, Na'Vi и команда Envias. Стартовый такой вот денек, Шанхай, все дела, Китай. Na'Vi, Envias, перепроход. Сейчас бы в Китай, к ним в отель. Ты просто в отель хочешь? Да, очень хочу отдохнуть, но нет. Слушай, я вот тебя спрашивал, кому бы ты посвятил эту игру? Как это кому? Ninja в пижамах. То есть ты думаешь, что это как бы фавориты группа? Для меня фавориты этого турнира Ninja в пижамах, официально заявляю. Я за них топлю очень давно, 2005-2006 года, так что... А следующее противостояние будет как, плотным? А вот давай не будем забегать вперед, у нас еще первая не закончилась. Тем более, что Na'Vi сейчас еще... Первый у нас, судя по всему, еще не скоро закончится. Так, об этом и речь. Три карты, я очень хочу посмотреть на трейд. Ну, кстати, очень сейчас хорошо, ребята, и ровненько идут. Если у Na'Vi не задалось в начале в атаке, ну, то есть, вернее, в начале у них удалось в защите, довольно неплохо все шло. Как-то удалось, ну, 9-6. Ну, то есть в самом начале, я говорю сейчас про самое начало, то есть они хорошо, они себе такой, знаешь, легкий презентик сделали, мы молодцы, мы хорошо начали, а потом что-то как-то расслабились, и вот как-то начали отдавать, отдавать, отдавать. После этого вроде как собрались, и сейчас забирают раунд за раундом. Na'Vi отдали очень много раунд за защиту, потому что снайперская винтовка Симпла не делала свою работу. Мы об этом уже говорили, да, да, очень много промахиваются. По-прежнему Симпл вот вроде как пытается реабилитироваться с Калашом за атаку, что как бы следите за Симплом, если что, как бы в Твиттер ему пишите. Говорите, нам нужен Александр здорового человека, да, как ты говорил ранее? Да, верните нам Александра, и как вот был у Роффа, даже как будто бы Кейн играет на аккаунте, это все Роффа, ребята. Вы вдумайтесь, из-за Симпла сейчас у Na'Vi может многое не получится, ведь он вместе с Эликом, то есть с Электроником, очень важная фигура в команде Na'Vi, и Флэйми тоже не менее важная, да вообще вся команда Na'Vi важна сама по себе. У них есть... 13-11, говорят, да, в пользу Na'Vi. Голос в нашей голове, как бы, да, страшный. Оповестил нас то, что пока что у Na'Vi все хорошо, и, насколько я помню, соответственно, это был бай у французов, соответственно, Na'Vi сейчас опять с девайсами и NWS будут без них. Это либо форс, либо пистолетка. И, ну, вернее, пистолетная... Пистолетная аккаунт? Да. Спасибо. Я тебя понял. Утро, понимаешь, я сегодня как бы уже успел перепутать много чего. Да, дорогие друзья, пока у нас клинфит, можете что-нибудь там в чатике покидать, там, какие-нибудь рофлы. Знаете, что вы можете сделать, пока чинится клинфит? Самое главное, попкорн, чаек, все, белиссимо. Попкорн, чаек, сон, завтрак ты, видимо, не ценишь наш. Подожди, это у тебя завтрак. А у кого не завтрак? Пять, нет, шесть утра по московскому времени. Стоп, стоп. Настоящие фанаты сидят тут как бы со вчерашнего дня. Ну, я имею в виду про количество трансляций. Ну, как бы для наших любителей и фанатов Counter-Strike это не новость. Такие турниры постоянно там с разом проходят. Такое расписание. Этот месяц вообще будет обширный. Билл Горизонт, и сейчас как раз-таки Кейс Глазин, чемпионат Шикботом, еще и Дримхаки. Заряжайтесь. Тем более, что вот, наверное, экзамены люди еще не все доздали, и только результаты. О, кстати, да. Надо сдавать, ребята, надо сдавать. Тем более, сейчас сессия как раз должна начинаться, или быть прямо в самом разгаре. Вот студенты, наверное, тебя сейчас за это ненавидят. Очень серьезно. Я сам был студентом когда-то. Когда-то? А, я же школьник, точно, я забыл. Мы записали вовле от школьников просто как бы, да. И что у нас там делаем? Посвящай эту игре Насте из 8-го Б. Ну, у нас, кстати говоря, да, день самоуправления, ребята. Ты пытался, но у тебя не получится. Посвящай эту игру Насте из 8-го Б. Камон. Короче, день самоуправления в школе у нас, поэтому мы здесь, да, с Александром. Если что, это Сашка Дестройер, я Андрей Нишар. Доброе утро вам, дорогие друзья. Синяя рубашка. У нас пока что первая карта. Синяя рубашка, давай я за... В смысле синяя? Она же голубая. Или синяя? Ну, напишите в чате. Ну, в общем, какого-то она там цвета. Сижу тут с 2010 года. Это знаешь палитра мужская? Мужская палитра, это Капа Прайд в чат, и вот это вот все. Вот это мужская палитра цветов, правильно. Дамы и господа, еще раз напоминаю, что призовой фонд, соответственно, 300 тысяч долларов. За первое место 150 тысяч. Парень справа решил комментировать матч посередине ЕГЭ, короче, ты понял, да? Ты у нас ЕГЭ пишешь сегодня. По какому предмету? Давай, расскажи. Я, кстати, знаете, вот это такая любопытная история. Я сдавал ЕГЭ только по русскому языку. Не понял. Ты что, олимпиадник? Нет. А кто ты такой? Что ты такой? Что ты такое? Что ты такое? Я знаю, что я выгляжу очень молодо. Но при этом всем, когда я учелся в школе... О, 14-1, все, поехали, наконец-таки. Да есть же, команда на Ви ведет в счете. Три раунда преимущества, и у Эндвес есть проблема. Может, и смс падает на монстре. Вот это поворот. Ой, Хаджи сейчас хорошо может выйти в спину. Эдвардов простреливает своего соперника. Зевс получает информацию и поджимает вместе с электроником и Симплом. И минус два, по-моему, оформляет стрел на Симпл. Симпл, да, это он, да, это жестко. Симпл делает минус по Хаджи, Сиксер, Скрим вдвоем. А знает... Услышал, услышал Симпл. Аккуратно. Сэм Фишер, Сэм Фишер. Хорош. Вот это было неприятно. Скрим один. Ах, куда? Саня, ну ты... Саня, верни сотку. Саня. Ну и Флейми за себя и за Сашку отыгрывать. Время пришло. Слушай, чего хотел сделать Александр в момент, когда он забирал планет? То есть, ну, очевидно, надо было отбегать хотя бы с пистолетом, я не знаю. С чем-нибудь, кроме гранаты. Потому что по вам дали информацию. Ваши соперники знают, где лежит бомба. И вот этот вот выход прямо... Ну, много вопросов и нет ответов. Да, к сожалению, ответов мы не найдем. 14-12, я уже хотел 15-11. А тут, кстати, все к этому предосполагало. Так предрасположение и сейчас все еще имеется, да? Ну, предыдущий раунд приближал Na'Vi максимально к победе. Давай не будем заниматься теорией крафтинга. Да, теорией крафтинга, это еще... У нас еще много времени. У нас французы просто как бы с авиком. Я боюсь, что этот Сиксер сейчас как... А Сиксер хорошо сегодня стреляет. Александр, кстати, без АВП. Я вот не обратил внимания, что было по экономике у Na'Vi в начале раунда. Да, и закидывается все-таки на Монстр Молик. И это будет выход под Б. Киашима отворачивается от флешки. Кстати, Na'Vi все слепые. Они ничего не видят. Забегает Электроник сбоку. Просто простреливает. В итоге убивает Эдварда Зевса. Падает Киашима. Это ситуация 3 в 3. Скрим простреливает своих соперников, но в итоге получает наполовину лица. И ему приходится отходить из девятки. Вот, знаешь, мы с тобой очень много раундов смотрим за командой Эдвиас. И видим, что Скрим постоянно делает колоссальную работу. Он делает минус 2, как и Киашима в среднем. И это очень приятно видеть. Но опять же таки, если сейчас Na'Vi доведут раунд до конца, до победного конца, то шансов у французов будет мало. Они отдали точку. И имея позиции, они теряют хеджи, который был очень важен именно на хелпе. У меня очень важный вопрос к французу. Ой, сейчас опасно может быть. Момент истины. Кстати, но электроник... Ой, какой вот неудачный выход. Прямо максимально неудачный выход. И Симпл, все зависит от тебя. Александр пытается выиграть этот раунд. Ставит первый минус. Один в один против Скрима. Это очень опасный момент. И если Na'Vi забирает траунд, то все очень хорошо. Скрим перестреливает в итоге Симпла. Саня, Саня, ты в порядке? Ты в порядке? Ты в порядке, Саня, да? Вот это вот оно. Что-то там с криминалом. Понял, понял. Ладно, все. Криминал, ты криминал. Квадрокилл для Скрима. Вот он криминал. Французы просто уничтожают. Это неприятно. Просто я был уверен, что Александр сейчас возьмет этот раунд. Симпл был совсем близко. Он оставил, по-моему, 16%. Чуть-чуть недоконтролил. Очень обидно. Ну, хорошо. Самое главное, первый минусанул все-таки показывает то, что есть еще порос в пороховнице. Еще раз экономика есть. Ого, мы с тобой смотрим предыдущий раунд. Повтор. Ребят, если что, это не повтор. Но, как бы, да. 14-13. Да, действительно, 14-13. Команда Na'Vi продолжает нагнетать обстановочку с калашами. Вопрос, почему нет ВП? Возможно, Симпл уже не верит в себя снайперскими только в этом противостоянии. Как он забайтил. Кстати говоря, я думал, что он попал. А что-то как-то дымо еще не занесло. Нет, не попал. Так дернулся, Сиксер. Ну, действительно, неплохо получилось. Дернулся. Теперь есть информация. Можно проходить на лонг. И, возможно, это будет выход под А. По крайней мере, вектор атаки уже выбран. И ребята планируют именно этим заниматься. Na'Vi, судя по всему, будут делать теперь, наконец-таки, резкие выпады. Потому что мы до этого видели как раз быстрый раунд под Б. Сейчас, возможно, будет быстрый раунд под А. Быстрый раунд под Б. Это вообще, по-моему, классика на этой карте. Что французы постоянно этим раундом пользовались. Что Na'Vi... Они воспользовались один раз этим. Французы? Под Б? Французы... Они сколько раз там выходили? Нет, против Na'Vi. Они один раз были именно быстрые, а не сделали один. Ладно, согласен, не спорят. Зев стоит в упоре на мидле и вместе с тиммейтом пытается зайти на точку. Хеджи за ящиками. Он будет пропускать, скорее всего, через лонг. И Сиксер забирает на вас флейми. Разминатзица по Сиксеру. Хеджи отлетает от Симпла. И вот теперь выстрел мужчин как надо должен заходить. Потому что 3 в 3. И Симпл вместе с Эдвардом и Электроником против Киашима, Скрима и Эксэмэ. Самое опасное то, что Киашима и Скрим еще живы для Na'Vi. Но и Симпл. Александр вроде стрелять начал. И это хорошо. Эдвард Электроник также будет прикрывать все это дело. Не попадают пока что французы. Ну и в закрытую сидят Na'Vi. Они не хотят выходить. Хотя вот Электроник пытается через Макеи. Минус Симпл. Что такое Электроник? И если бы сейчас попал по Скриму, то какие бы шансы были у него? Клумба не контрится. Слушай, ноу-плэнт поставили. Есть деньги. Все хорошо, наверное. Да, деньги есть. Причем очень комфортно. Ну то есть, как все хорошо? Могло быть лучше, если бы был бы счет сейчас 15-12. В 2010-м было лучше. Да, в 2010-м, наверное. Да. Но как бы так... Верните мне мой 2007-й. Так, это вот немножечко нефти. Ты когда попадаешь? Если что, как бы... Не, я как раз вот в те годы попадал. Ладно, согласен. Тоже сложно спорить. И пауза стоит тактическая, по всей видимости. Единственное, что непонятно от кого. Но, как бы, скорее всего, это от Найя. То есть, вряд ли НВАЗ. При том, что они сейчас без последней раунда вроде как забирают. Будут брать паузу и говорить. Пацаны, нам надо допы минимум. Кстати, думает Александр, что покупать. В итоге АК-47. Но, по-моему, он чувствует то, что СОП сегодня не залетает. Ну да, действительно. Ты решил смакануть? Я решил не только смакануть, я еще решил посмотреть, что же вы скажете, дорогие друзья. Как вам противостояние на первой карте? Потому как я пока вижу, что эмоции зашкаливают у фанбоев Нави. Да. 14-14. Очень опасная ситуация. То есть, если до этого Нави все-таки ее выправили. Рожденные побеждать действительно показали то, что они могут играть в атаке. У них все более-менее нормально. Потом они опять несколько раундов не забирают, которые должны были забирать по факту. И это выход под Б. По крайней мере, прощупывает сейчас Электроник. Где находятся соперники, не видят никого на шорте. Но и Денис, будет ли выходить вообще? Су-узы, смотри, они в 3Б. Опа! Человек-палук, без него мы как без рук. Это Киашима. И, соответственно, к смс будет байтить на себя. А тут у Нави могут быть проблемы, потому что они именно на Б хотят. Как угадывают сейчас Энвес? Как они сейчас угадывают? Да, действительно угадывать могут неплохо. Но Нави, как поймут, что, скорее всего, 3 на Б могут еще и скрыть их вообще. Выход под флешку. Ой, как много FPS. Можно следующий слайд, пожалуйста! Иксмс! Иксмс, устанавливай бежуху Туту походу у Сиксера и компании. Сейчас получится удачное приостановление этого состава Нави. Потому как они, да, все, 4-1-1. А симпл все это время сидит. У него тиммейтов смог лезут, а он не может ничем помочь, потому что, как бы, да, паровозиком не зайдет. Не лезь, как говорится. Оно тебя сожрет. Оно тебя сожрет. Ну и французы действительно легко и непринужденно останавливают всю эту атаку. Симпл простреливает. Минус 2 формы. Слушай, а Сашка-то может, похоже, за себя и за Сашку? Соляра, Соляра. Слушай, а сейчас, если он еще убьет Киашиму на бочках, то это будет вообще очень круто. Подожди, подожди, Киашима-то не видит, Киашима-то не видит. И пока что... Нет, все-таки сейчас будет проверять этот тайминг очень неудачный. Подожди, перестреливает. Один в один остается. Сиксер. Сейчас увидит Сиксера. Нет! Ну, я вообще думал, что Киашима должен забрать Симплану. В такой ситуации Симплу просто банально не хватает. Обязан был выигрывать. Просто обязан. Да там сложно. Смоук рассеялся. Точнее, там же Смок был. Там Смок лежал. Он рассеивался ровно в момент, когда Александр отворачивался. И получилось... Не стоит забывать, что там этот Смок, помимо этого Смока, еще есть куча позиций. То есть он про Сиксера не знал окончательно. Это очевидно. Но вот прям, знаешь, он обязан был после того, как сделал столько убийств, выиграть этот раунд. Он обязан был. В смысле обязан? То есть из тех людей, которые заставляют делать до конца. Понял. А то, что Симпл сделал трипл килл, остальные его тиммейты сделали ноль. Не, Александр очень много сделал в этом раунде. Сейчас к нему вообще никаких претензий, вопросов. Но ему нужно, наверное, все-таки найти свою игру с АВП. Команде это... Главное, не ему это нужно, а команде это очень нужно. Да, и команде нужно выигрывать свой пик, потому что 15-14, и Энвест на оверпассе... Это, знаешь, классика. Мы с тобой, во-первых, не ожидали оверпасс. Во-вторых, не ожидали, что Энвеста могут на первой карте так отправить отдыхать. И на паузе для Инферно им придется тоже немножечко поговорить. Потому как Энвест, видимо, после некоторых решаффлов все-таки в улучшем перформансе пребывает. То, что оверпасс мы не ожидали, это 100%. Обычно его банят Энвест практически все время. А тут внезапно он просочился, и Na'Vi здесь не блистает настолько, насколько, казалось бы, они должны это делать. И для меня они выглядели явными фаворитами именно на этой карте уж точно. Но посмотрим. Знаешь, это классика. Взять пик, проиграть его. Опа! Десантируйте океанши. Стрима минус Эдвард. Это в один в один. Это плохо. Нужно делать два в один. И в таком случае преимущество защиты будет сохраняться. Атак, выход на б-базу. И у команды Инвест некоторые проблемы. Скрим все еще на девятке. Но вот бомба устанавливается с маку от Зевса. Иксмс дал это дело. Кстати, сиксер не спит заходит. Минус Иксмс. А это раунд будет в пользу Na'Vi? Тут как бы не знаю, допы, не допы. Плюс сейчас, если хотите, допчики-хлопчики. Это допы-допы. Смотри, хаджи закрывает электроника. Хаджи на ЦХП. Симпл Флэм и Зевс. И оп, да. Не-не, скрим один в три. Не, ну может быть он как Александр. Нет, его перестреливает. Симпл. Отлично. Просто замечательно сейчас разыграли Na'Vi. Наконец-таки они сделали тот выход, который был необходим. И вот эта проблема, когда вы забегаете с фармганом, делаете минус один. Это плохо. Да, это плохо. Учитывая, что два опорника на базе B, и это маловато. Вот Киашима, конечно, попытался вывести свою команду вперед. Не получилось. Дал информацию. Но, опять же, очень далеко. Если я не ошибаюсь, Сиксер заходил в спину своим соперникам. При этом очень медленно. Это как-то, знаешь, не спеша делал. И Envius знали, где находятся их враги. Соответственно, знали, что это будет выход под B. Но не успели, как-то не сыграли по таймингам. В итоге Na'Vi поставили спокойно бомбу и смогли ее защитить. Спешу отметить, что на этом турнире играется MR3 допы и по 10 тысяч на руки. То бишь, в случае, если защита проиграет два подряд, у них не будет бай в следующем. Это, с одной стороны, очень грустно. С другой стороны, как бы, если они проиграют три бая, то есть некоторые вопросы. Ну, вернее, два бая. Вообще, есть вопросы к карте Overpass. В целом, то есть, как бы, какой бы результат на этой карте не был, команда Na'Vi в рамках Best of 3 серии пикает первой же картой Overpass свой пик на пол. Слушай, ну, просто я тебе говорю, Na'Vi любит, чтобы фанаты запасались в Элит Долу. Кстати говоря, уже говорили, да, это дефолтная карточка для Na'Vi. Первую карту проигрываем, потом 2-1 как бы изи для Сашки. Но история это как бы не о том, а история о том, что подготовка команды Na'Vi может серьезно как-то, ну, меня, во всяком случае, расстроить. Я не хотел видеть такой Overpass, но да ладно. Выжидает Сиксер вместе. Ой, хорошо по Симплу работает. И это первый килл. Хаджи прикрывает просто своего... Вернее, Хаджи прикрыли. И сейчас Симпл падает, Александр не справился, или справился, наоборот, со своей задачей. Не знаю, какая уж, знаешь, установка была проверить, есть ли там АВП, но очевидно, что было. Да, действительно, расстановочка небольшая, такая вот дырочка для исполнения Симпла в этом раунде. Ну, просто вопрос, знаешь, скорее всего, дали колу, иди посмотри, что там есть, но... А что там смотреть, если там, очевидно, АВП? В случае с Симплом, я думаю, что колы не просто должны быть какие-то, чтобы холт не колы, а должны быть какие-то жесткие колы, потому что этот парень в соло может произнести все. Эдвард замечает Сиксера, делает минус, по Хаджи можно работать дальше. Почему? Да что такое-то, ну, слишком слабо, согласись. Был бы сейчас не один там игрок атаки. А тут электроник, кстати, заходит, это выход под Б, в итоге, 3 в 3. Киашима проверяет, где находятся соперники, кидаются смоки, Зев ставит плент, и это уже ситуация. Ситуация в пользу Нави, кстати, может быть, но тут же падает Флейми, это большинство для Энвис, потому что стрим убивает Девса, и электроник не перестрелял своего соперника. Хаджи в итоге убивает своего оппонента. 15-16 в пользу Энвис. Ну, смотри, ситуация аналогична последнему раунду основного времени, то бишь 3 в 3, и вот в этот раз Б плент удержать не удается, да и позиционка была несколько другая. Но, как минимум, для атаки Нави можно сказать, что они поставили бомбу, и вот у них-то проблемы с закупкой не будет. Смотри, хотя нет, стой, вру, вру. Александр, кстати, покупает все-таки. Вру, есть проблемы с экономикой у Симпла, да, но он покупал. Но он АВП купил. Что-то как-то дороговато получилось. Он купил АВП. Да, есть такое. И сейчас посмотрим, как он будет отыгрывать. Он очень много раундов подряд не брал снайперскую винтовку. Да, действительно, решил вернуться к истокам, и сейчас его... Ну, то есть, если не летит, то почему не поиграть с Калашом, правильно? Так, должно быть, но смотри, сейчас лонг пик, и Сиксера после двух флешек уходит назад. Понимаешь, что что-то дело пахнет жареным, но что-то не особо. Он и решил стреляться в конечном-то итоге, записается таким плентом, и тиммейт именно, а сайди в итоге коннектор. Команда NOS решила закрыться на пол, но учитывая, что для них это очень хорошо. Ну, в закрытую сейчас будут играть, в итоге это проход по лонгу, и Na'Vi должны сейчас проверять. Главное, чтобы, если что, разменивали. Симпл дает информацию о том, что вроде лонг как чист, Сиксер проверяет туалеты, Электроник пока что не рискует выходить, он дает информацию о том, что есть кто-то в коннекторе или нет. Симпл все еще не замечает никого, ни в банке, ни на пути шествия, соответственно, игроков атаки. И это будет целиком и полностью уже точно окончательный выход под А. Выход под А на 35 секунде. Окей, посмотрим, минус от скрима, разминаты Эдварда, выход на Апуэнт. И как бы надо уже ставить пачку, Электроник ловит хедж на перетяжке с туалета. Сиксер! Как это можно было промахнуться? Сиксер сейчас, ну, не то чтобы дарить раунд, до этого сделали его это тиммейты, но в целом, как бы, такой промах допускать нельзя. И теперь, Эксэмэс, один в три, Эксэмэс, есть пробитие по первому, по второму, к сожалению, рикошет. И второму пробития нет. Просто жесть. Вот этот выстрел мог сейчас поставить точку в шествии Нави. Нет, он не мог поставить точку. Он мог поставить точку, если бы дальше... Да, думал, что это два... Хотя два минуса. Два минуса было бы. В этом и смысл. То есть было бы два минуса сейчас сразу. И из-за того, что он промахивается первый раз, он не убивает второго игрока. И это грустно. Это очень грустно для команды Энвес, ну, естественно, для всех фанатов Нави. Это очень хорошие новости, потому что, ну, не попадает. Просто сейчас... Как не летело у Александра. Сейчас вроде Александр, по-моему, ни разу не промахнулся из тех, что стрелял. Но нам его мало пока. Просто копил ульту, поэтому как бы, да, влэмп падает от Эксэмэса. Выход с коннектора не поддержал Электроник. Хотя мог бы и поближе оказаться. У моего Электроник просто не успевал. Да, вот я об этом и говорю. Он мог бы выйти поближе, но тогда бы его услышали. То есть тут как бы палка о двух концах. Либо топать, либо умирает Флейми. Вот что бы ты выбрал, потопать или умирать Флейми? А если бы ты потопал и умер бы сам, то что бы ты выбрал? А вот тут я бы поспорил. Электроник таких не прощает. Если на него выходит, он дает хэдшот и все. Нет, Электроник сейчас однозначно фраг-лидер в своей команде. Но это не значит, что его бы не перестреляли в такой же ситуации. Ты просто сейчас не веришь в Электроника. Надо верить в Денис. Я понял. Хорошо. Дениска молодец. Да и скрим в принципе. Вообще вот если тут говорят, мол, я поставил на Эннерс. Конечно я поставил на Эннерс. Подожди, я сказал про Электроника в Фраг-лидер. Флейми фраг-лидер. Но и у скрима как бы все хорошо. Вообще в целом у команды... Не-не, я про Нави именно говорил. А у Нави там все как-то... Получан вообще симпл должен быть, конечно, прогрели. А в этом несколько попозже. Зевс и компания ББА зашли. Раскидка. О, 2000. Какой? Пока не десятый. Седьмой покажется. Пока седьмой, да. Не дотягивай чуть-чуть. Кстати, хорошо простреливает. Но время, время 20 секунд. Выход под Аплент. Как же жестко Нави... Выход под Аплент. Слушай, ну здесь можно обратить внимание, то, что через туалеты уже сбегает два игрока, соответственно, развлекает пока что Зевс своих соперников. Я не знаю. Да, Зевс развлекает своих соперников, да. Как бы, ребят, держу в курсе следующий слайд, пожалуйста. Спасибо. Короче, если исходить из того, что я видел на карте, то три игрока Нави заходят под А. Они фейканули на Б очень жестко. Зевс фейканул под Б. Очень красиво. И все НВС перетянулись на Б-сайт. Все, Нави ставят бомбу на Апленте. И выигрывают рау. И не знаю, пока... Ну, школьник один, школьник два. Ты из какого класса? Я... Я с четвертого УБ. Я думал, ты в пятом. Ну, сегодня как бы. Ну, с первого сентября в пятом. Ну, ты понял. Типа в четвертом? Слишком сложно. Не умею. Я вот в выпускном. Да. 16-17 Нави забрали после нерави. Забрали? Да. Отлично. Но это было очевидно.